Медиагруппа Авангард представляет Приветствую всех, меня зовут Александр Гусев Скажите, пожалуйста, если мы видим любые данные Насколько мы можем быть уверены в том, что это данные хорошие или плохие? Что мы считаем подозрительным, что мы считаем неподозрительным Что мы считаем более рисковым, что мы считаем менее рисковым И насколько мы опираемся на интуиции, и насколько мы опираемся на данные Когда мы делаем наши выводы И если мы даже в состоянии принять решение по поводу того, что хорошо, а что плохо Как мы будем учить этому машину? Здесь я расскажу о том, как это делает перспективный мониторинг Меня зовут Александр Гусев, я руководитель направления исследования Кибергросс И веду команду, которая, собственно, это и делает Если быть точным, мы собираем все данные, которые мы можем Это эксплойты, предоносное программное обеспечение, хакерские инструментарии Целевые атаки, фронт интеллигенс и вообще что угодно, до чего мы можем дотянуться И составляем так называемые экспертные данные Это сигнатуры для экосистемы InfoTex FitNet Это сигнатуры для снарта и сурикаты Это иоки И это бюллетени об уязвимостях Собственно, зачем нужно отдельное направление внутри сока? Можно же, наверное, просто купить у кого-нибудь Во-первых, мы таким образом достигаем оперативности Как часть сок мы постоянно держим, получаем и даже иногда просим сами Обратную связь, понимаем, что у мониторинга болит Не получается такой ситуации, когда направление мониторинга, когда сок остальной Пользуется экспертными данными и не понимает, что там Мы всегда рядом, чтобы помочь Если у кого-то плохо работают дженерики Если у кого-то полетели полцы из каждой щели Мы рядом и мы поможем Специализируясь на киберзапасе, мы обеспечиваем также максимальную актуальность У нас есть все специальные компетенции, процессы и системы Мы интегрированы с всем остальным центром мониторинга И, соответственно, у нас есть представление о своем клиенте Какой-нибудь условный другой вендор, который находится где-то там или даже где-то тут Может предоставлять экспертные данные на что-то абстрактное На какие-нибудь продукты, которых на самом деле ни у кого из наших клиентов нет Мы предоставляем для наших клиентов и можем этим управлять прямо на месте Собственно, часто есть такой запрос Что, собственно, происходит внутри ваших сенсоров Я смотрю это на примере суриката Сурикат изнутри устроен на следующем образом У нас есть, собственно, сеть Она слушает сеть, захватывает пакеты, декодирует И прогоняет через движок обнаружения В движок обнаружения загружаются правила обнаружения Которые мы, собственно, в этой ситуации предоставляем Через систему журналирования это попадает к любым получателям Это может быть GUI-интерфейс сенсора конкретного Например, у Wipnet IDS есть свой WIP Это могут быть внутренние логи, соответственно, естественно Это можно выгружать через CEP Это можно интегрировать сразу к Wipnet TIAS И вообще посылать любой другой продукт Рассмотрим какое-нибудь простенькое правило Это правило из новеньких, из свеженьких На патч веб-сервер с известным пат-траверселом Под директорией Вы можете обратить внимание, когда посмотрите на синтаксис Если кто его уже знает, что у нас в данном случае Не так много самого обнаружения в этой конкретной сигнатуре Но вообще в многих У нас больше все-таки дополнительных данных Которые дают экстремально ценный контекст Для тех, кто этими правилами пользуется Соответственно, раньше мы выделим D Остальное это метаданных, условно говоря Рассмотрим конкретно структуру самого правила Первым делом мы специфицируем, что мы слушаем только протокол HTTP Суриката умеет распознавать HTTP на любом порту Она это делает без привязких портов Соответственно, мы пишем any, any И мы слушаем только трафик из внешней сети В данном случае из любой сети Во внутреннюю сеть Потому что, несмотря на то, что нам теоретически интересно Кто пытается из нашей сети похачить кого-нибудь еще Мы не будем на это тратить свое процессорное время Дальше, собственно, сообщение Которое можно скамливать графическим интерфейсом Можно скамливать машином Для того, чтобы, собственно, специфицировать Что же все-таки такое происходит Мы специфицируем, что поток уже должен быть установлен Хендшейк уже должен быть приведен в случае HTTP И указываем два конкретных, две конкретные строчки Которые отвечают за вот эту вот конкретную уязвимость В принципе, мы обход директории можем обнаружить не только этим правилом Это правило на конкретную уязвимость Параллельно с этим должны среагировать другие Но это позволяет нам уточнить, что это именно эта уязвимость А не любая другая уязвимость обхода директории Отдельное внимание на ключевые слова HTTP URI и HTTP RO URI HTTP URI обозначает, что мы должны обнаруживать это содержимое Именно в URI URL А HTTP RO URI указывает, что это не должно проходить нормализацию Это именно должно быть ненормализованное и идти после первого контента Почему это важно? Это важно потому, что только таким образом Мы можем отличить эту уязвимость от использования любой другой уязвимости Потому что суриката и веб-сервер, если мы не укажем, что мы смотрим на ненормализованные URI Это расшифруют Соответственно, после нормализации у нас получается сначала это А потом две точечки Это двойная нормализация Соответственно, для того, чтобы понять, что это именно эта уязвимость Нужно искать это именно в таком виде И переходим к дополнительным данным уже вне самого обнаружения Сначала мы указываем class type, который указывает категорию правила В данном случае это атака на веб-приложение Это могут быть множество вариантов Дальше индивидуальный номер Номер ревизии Для того, чтобы сам внутри себя сенсор не путался с какой ревизией он работает Например, представим такую ситуацию, в которой из, ну скажем, 100 сенсоров один не обновился и ведет себя странно Мы тогда можем по данным увидеть, что он себя странно ведет в отношении этого правила Потому что у него старое правило Он просто не обновился с последнего момента Когда пытались провести обновление И метаданные Это актив, на который ведется воздействие В данном случае это DES Если производится атака на веб-сервер То destination назначение является атакуемым Если бы это была сигнатура, которая отслеживает отстук ВПО на сервер Наш effected asset был бы SRC Потому что запрос идет наружу Но атакованные все равно как бы мы Дальше для того, чтобы управлять Какие правила включены, какие правила выключены Мы даем поле product Например, если вы знаете, что у вас нет апачей в конкретном сегменте Вы можете по effected product просто повыключать эти правила Потому что там нет апачей, там нечего бить И, соответственно, сэкономить на этом производительность Категории атак-таргет, которые пользуются, например, веб-нет IDS Но технически никакой другой продукт Никакому другому продукту не возбраняется этим пользоваться Атак-таргет веб-сервер Опять же, если вы знаете, что у вас, например, какая-нибудь закрытая сеть Ну, например, с УТП Если вы заведомо знаете, что там нет веб-серверов Хотя их на самом деле прикрепляют ко всему, к чему только можно Если вы знаете, что веб-сервера в вашем сегменте нет Вы просто их не используете MyTrout Attack Tag В данном случае это exploit public-facing application Атака на приложение, которое доступно снаружи И категория для веб-нет TIAS Эксплуатация Она нужна для того, чтобы в веб-нет TIAS это было видно в правильной корзинке Но технически никто вам не мешает этой категории воспользоваться Даже если вы не пользуетесь веб-нет TIAS Референс, конкретный идентификатор уязвимости И самое интересное, ссылка на exploit Я не подразумеваю, что вам нужно сразу идти и попадать под статью Но на киберполигоне можно проверить, что эта атака ловится конкретным сенсором Если нужна дополнительная информация Например, оператор SOC считает, что это может быть не та уязвимость Он может сравнить exploit с записью сетевого трафика И убедиться, что это похожая и правда таки она, а не что-нибудь еще Но тут возникает закономерный вопрос Откуда мы вообще знаем, что это существует? У нас большой интернет И мы не можем, наверное, отследить все без дополнительных средств У нас есть специальные системы сбора информации В частности, разработанные у нас же в перспективном мониторинге Мы используем, например, такую кастомную систему Которую мы называем внутренним словом Pilonia Система сбора и обработки информации об угрозах Которая в итоге заводит все задачи В специальную систему управления задач U-Track Она вряд ли многим знакома Хотя она активно рекламируется Очень удобная система управления задач В принципе, можем туда подключить любую систему управления задач Но мы пользуемся U-Track, потому что мы его любим больше всего Мы получаем источники из интернетов Мы сохраняем себе слепки для бэклога Мы парсим лиды, например, в определенный момент Скажем, на пакет-сторме этот эксплойт еще не был А через 8 часов он там появился Мы просто сравниваем две HTML-ки и видим это После чего мы эти лиды обогащаем Мы перепроверяем через инвентаризацию У нас может быть какая-то наводка из какого-нибудь источника Которая была бы для нас абсолютно не важна Если бы мы не знали, что один из наших вендоров Один из наших клиентов все-таки имеет вот этот вот конкретный продукт Соответственно, у нас это сразу повышает приоритет Некоторые ключевые слова Нам не обязательно знать, что у вас стоит exchange, чтобы реагировать на exploit и на exchange Специфические индикаторы всяческие Источник слепка В частности, у нас есть сотрудники, которые работают по конкретным источникам У которым уже настроены, так сказать, процессы и пайплайны по обработке этого конкретного источника И другие источники данных Например, мы можем сразу подсмотреть систему управления уязвимости И посмотреть, насколько нам срочно нужно что-то реагировать Соответственно, мы получаем приоритеты uTrack Мы получаем исполнителей И еще пилония умеет автоматически, например, меня вызывать В тех случаях, когда это необходимо как лидера направления Наши источники показаны тут Я не умещусь, если я попробую их перечислить Соответственно, это не все источники, естественно Просто если бы я их начал все перечислять То это бы тут на самом деле плохо бы помещалось Также у нас есть своя собственная threat intelligence платформ Которая специализируется на вредоносном программном обеспечении Это ее внутренний интерфейс Который показывает полный набор сетевых трафиков, доступный нам Ну, в данном случае одну страничку из него И это специальный экспертный экран Который позволяет увидеть, какой образец генерирует какой сетевой трафик Соответственно, специалист может посмотреть Сравнить по машин-леунингу Похожие, не похожие Работать с конкретными потоками Так как их там, как правило, будет несколько Но иногда и всего лишь один А то и один пакет UDP Такое тоже бывает И, соответственно, принять правильное решение Написать сигнатуру Отправить IOKI дальше по системе и так далее И, в принципе, это все можно было бы замашин-леунить Можно было бы просто атаковать это полным машин-леунингом И сделать супер-пайплайны с данными Но это слишком важное дело, чтобы полностью доверять машине Обычно это ничем хорошим не заканчивается Особенно если нет специальных гибридных компетенций Между кибербезопасностью и машин-леунингом Обычно, когда люди, которые знают машин-леунинг Делают что-то про кибербезопасность Не разбираясь в самой кибербезопасности Получаются забавные эксцессы, скажем так Соответственно, нам всегда нужна голова на робоплечах Как мы работаем? Возвращаемся к U-Track После того, как пилония завела все задачи Они попадают в систему управления задачами U-Track Которая дает нам хороший интерфейс Для того, чтобы всем вместе работать У нас есть общее описание У нас есть название нашей конкретной наводки У нас есть все ссылочки, которые нам могут пригодиться У нас есть связи конкретных лидов между собой Например, дубликаты На exploitDB, на пакетсторме часто появляются одинаковые эксплойты Просто одновременно Мы их можем отметить как дубликаты сразу на месте Можно прикладывать вложения Можно писать комментарии А к комментарии можно ставить лайки, дизлайки, галочки и так далее Управление состояниями В общем, мы просто взяли систему, которую используют разработчики И подогнали ее для себя И нам замечательно совершенно с этим работается После того, как мы, соответственно, сигнатуру составили или не составили Нам нужна специальная система баз решающих правил Которая автоматизирует сборку экспертных данных для разных продуктов Для снартов, suricat, vipnet, ids, мета-правила для tias, хостовые системы Все это сконцентрировано в одном месте Чтобы мы могли одно правило создать в одном месте И оно само раскаталось по всем продуктам, по которым оно должно Так выглядит наш внутренний экранчик Тут специалист пишет, собственно, сигнатуру suricata С подсветкой синтаксиса для удобства Выставляет метаданные Прикладывает записи сетевого трафика Чтобы мы точно знали, что если у нас есть трафик эксплойта Сигнатура реально сработала Чтобы не было Даже если там будет какая-то опечатка по человеческому фактору Мы это увидим И нам нужны, соответственно, все галочки И специальные дополнительные информационные поля Для операторов SOC Операторы SOC в перспективном мониторинге Могут сразу же подсмотреть в этот интерфейс И получить дополнительный контекст Который им нужен для того, чтобы принять правильное решение Собственно, последнее Как мы работаем с точки зрения наших стандартов качества Мы пишем на уязвимости, а не на exploit Насколько это вообще возможно Насколько нам известно с синтаксисом конкретных средств защиты Наша сигнатура устойчива к попыткам их обмануть Конечно же, тут все ограничено конкретными средствами Если средство само по себе легко обманывается То допустим Но обычно средства уже обманываются сложно Мы учитываем производительность итоговых правил У нас есть тестовые сенсоры, которые проверяют Что если, например, классическая разработческая проблема Стажер завалил сенсор Я это сразу увижу и впрод это не пойдет Мы учитываем разницу в поведении продуктов Снарты, суррикаты, випнет-IDS работают по-разному Кто-то сильно по-разному, кто-то чуть-чуть по-разному Но по-разному И, соответственно, мы контролируем, что мы можем это все разлить На те продукты, на которые мы хотим И все будет нормально работать Мы помним, что в конце цепочки Правилами обычно пользуются люди, а не машины Обычно Соответственно, мы все пытаемся оформлять так Чтобы это было максимально удобно для человеков Потому что зачастую бывает так, что Особенно это заметно в правилах Emergent Threats открытого диапазона Что они иногда просто не человека работаемые Оператор SOC читает правила И у него возникает только один вопрос Что это такое Он даже не может специфицировать дальше Что его конкретно интересует Настолько они иногда будут плохи К счастью, редко Но на случай, если даже машина пользуется сигнатурами И другими экспертными данными Лучше оформляться предсказуемо Все шаблонно Чтобы это хорошо вставлялось в дополнительные системы В машин леунинг И так далее, и так далее, и так далее Я надеюсь, это не было слишком сложно Для первого доклада Александр, очень интересный доклад У меня есть вопрос Касательно платформы Threat Intelligence Которую вы упомянули Которую используете Можете ли вы поделиться опытом Почему вы выбрали именно эту платформу Как много времени заняла ее адаптация Конкретно для вас Расскажите Это, кстати, вот интересно Это платформа целиком наша Я боялся Ну, как боялся Я знаю, что по ней, наверное, все-таки видно Что над ней не работал именно промышленный дизайнер Это наша полностью платформа Мы ее разработали самостоятельно Соответственно, мы начинали строить ее с нуля Уже внутри контекста Этим занимались разработчики Из отделов, в которые, собственно, входит сок Соответственно, мы заведомо с нуля Это все строили На это ушло По-моему, они уже начали разработку этого В 2018 году И с того момента она только улучшается и улучшается Но вот дизайн особо никто не трогал Потому что он функционален Это наш внутренний продукт То есть он, как видите, он не настолько плох Чтобы это показывать Но это полностью наше Поэтому, соответственно, нам не нужно было это адаптировать Потому что мы выстроим так с нуля Я вижу, что вы довольны своим выбором Это здорово Еще раз спасибо Доброе утро всем Рад всех видеть Так, о чем сегодня будем говорить Во-первых Во-первых, кто я такой Я учился по ИТ и по ИБ Прошел в школу аникейства Саппорта внедрения Посмотрел, короче Последние пять лет я занимаюсь управлением продуктами В сфере ИБ И последние три года я работаю в компании AirVision Отвечаю за продукт по управлению угрозами Меня зовут Антон Соловей Я рад вас видеть Честно говоря, за откровенное время Прям очень рад всех видеть вживую Отвык выступать Сегодня у меня достаточно такой нестандартный формат Как мне кажется Особенно для конференции по информационной безопасности Почему? Потому что я часто вижу рассказы про всякие страхи, ужасы Про то, что вот угрозы, вот статистика достаточно не релевантная Аналитические отчеты Которые тоже, в общем, для нашего рынка не всегда релевантны На них стоит посматривать, следить за трендами Но это не всегда про нашу специфику Так вот О чем поговорим сегодня Я хотел бы провести вас сквозь историю От создания старта, разработки продукта, исследования рынка До текущего момента И посмотреть на всю эту историю сквозь взгляд менеджера продукта Кто такой менеджер продукта? Это человек, который отвечает за поиск потребностей И решение задач пользователей И достаточно нестандартный Как я говорю, мне кажется, на конференциях по информационной безопасности Но тем интереснее мне формат Я хотел бы рассказать сегодня Провести через историю исследования потребностей пользователя Посмотреть на это с точки зрения их эволюции На то, как мы решали эти потребности С помощью развития продукта И к чему сейчас пришли И может даже что-то подвести итоги про ближайшее будущее Итак, да Классная история про ожидания и реальность Когда вернемся на три года назад Мы решили стартовать разработку Трендентелдженс Конечно, не абсолютно с пустого листа Мы чувствовали определенный такой отложенный спрос Но, естественно, нужно более детально исследовать рынок Пользователей, компаний, потребностей в TI И, понятно, оно выглядело круто Столько статей западных, практиков, аналитические отчеты Где TI используется в разных подстателях Смотрелось все оптимистично Когда мы пошли более детально смотреть по нашему рынку А где же эти потребности Как TI им пользуются, какие задачи решают Все оказалось не так прям радужно Но я не буду пессимизировать На самом деле история, мне кажется, очень позитивная Копнув чуть лучше Мы обнаружили достаточно базовую историю Основные запросы, они были в виде А что это там за вейтаноз, что с ним делать И польская потребность была в том, чтобы платформа отвечала В первую очередь на этот вопрос как минимум И надо говориться, я в первую очередь буду рассказывать Про крупные компании Чуть-чуть за бортом обсуждения оставлю историю про MSSP и MDR провайдеров Почему? Потому что исторически, на наш взгляд, у них потребность Запрос на TI был выше И это такие power-юзеры Поэтому в первую очередь буду говорить про такие большие компании И их потребности Итак, помимо таких скромных запросов в крупных компаниях Достаточно незрелых Мы заметили небольшое количество security команд В которых был процесс инцидент-респонса Как-то отстроен, не буду уж говорить про его зрелость Но в принципе инцидент-респонс есть И есть запрос на то, чтобы Либо запрос, либо уже сформированный процесс По работе с источниками данных TI Выстраиванием процесса оценки этих данных Источники могут быть разных форматов Из коммерческих источников, из открытых Может быть даже свой TI, который создается На базе собственного ресерча Мы видели, что есть спрос на и потребности В том, чтобы можно было делать аналитические выборки Фильтровать данных по разному разрезу И оценивать их качество Но, по-черкому, таких команд было сравнительно немного Три года назад Как ни странно, на тот момент Самое интересное, что мы обнаружили И не то, что это прямо было откровением Но, да, это было не очень ожиданно Что при всей незрелости работы с TI Самый большой запрос это был А давайте мы весь этот TI будем где-то в detection отправлять И с этой историей достаточно сложно на старте работать Потому что достаточно грустная история Пытаться работу с threat intelligence выстраивать с detection Кстати, надо заметить, под TI я здесь широкое собирательное понятие буду иметь Не только технические TI, индикаторы компрометации Это все уровни Стратегический TI про ландшафт угроз Это тактический TI про техники, тактики, процедуры Операционные или технические про индикаторы и так далее Так вот, вот эти истории, конечно, на старте работы с этой нишей Было откровением Но переубеждать зачастую пользователей было достаточно сложно И я как менеджер продукта предпочитал больше А давайте мы вместе пройдем с вами эту историю Окей, если вы хотите детектить, давайте с этого начнем Будет не очень классно, но лучше мы вместе пройдем историю И посмотрим, как этот процесс выстроить более правильно Собственно, платформа начала свое существование с достаточно тривиальных задач Это сбор, обработка, автоматизация базовых операций И тут, конечно, для нас, как для продуктовой команды Было множество интересных моментов Представляете, мы окунулись в эту историю И источников TI на самом деле сотни Коммерческие, открытые источники Источники регуляторов есть, не очень много, но есть Собственный TI может быть Форматов с десяток популярных наберется На самом деле больше, но популярных с десяток Модели данных – это то, как фиды Или поставщики данных, источники Рассказывают внутри себя об угрозах Модели данных тоже абсолютно разные С этим что-то надо делать, было абсолютно непонятно И обработка противоречивых данных – тоже такая история А что если индикатор компрометации был упомянут в нескольких источниках И какого-то детального контекста, в общем-то, нету И непонятно, кому доверять больше А следующий вопрос, а как этот контекст взять и агрегировать Как привязать те самые вредоносые уязвимости, которые эксплуатируются конкретным индикатором или маловарью Как злоумышленников тоже сюда привязать Это было не очень понятно Достаточно долгое время у нас вместе с командой разработки Заняла вот эта концепция, кристаллизация концепции самой Мы выбрали интересный путь Такого, я бы сказал, недеструктивного объединения Когда у нас есть, как правило, у одного индикатора Может быть больше одного источника, который его упоминает И наша задача, с одной стороны, не наплодить дублей, чтобы не мешать пользователям, аналитикам, респондерам В работе с индикаторами компрометации С другой стороны, не потерять ценные данные об этом индикаторе Поэтому мы решили сделать такую модель, которая будет объединять в некую сводку по хитрому алгоритму Объединять данные всех упоминаний об индикаторах компрометации в единую сводку Это нужно для когнитивной легкости работы с индикатором То есть сводка, она тебе рассказывает ключевые моменты об индикаторе по всем источникам Но у сводки всегда есть источники с исходниками индикаторов компрометации Которые в любой момент при анализе можно посмотреть При этом данные не дублируются Хитрая штука Тут же мы рядом сложили контекст То есть рядом с индикатором, если есть контекст, а часто он бывает Это связи с вредоносным ПО, это связи с уязвимостями Это третекторы или злоумышленники и так далее Этого всего может быть достаточно многим Мы привязываем рядом И зачастую не хватает возможности обогащения Как мы выяснили, если контекста мало И источники предоставляют сомнительные данные Тут же можно обогатить индикаторы компрометации дополнительными данными Следующее, что для нас стало некоторым откровением Хотя на самом деле это сейчас кажется очевидным Это качество данных Как нам кажется, ключевая ценность Треть интеллиженс платформы Это механизмы обеспечения качества данных Я не буду детально сейчас даваться подробности Я лишь хотел провести такую аналогию Что работа с TI, она похожа на такую классическую воронку Где на входе у нас должен быть достаточно большой поток данных А на выходе целостный упорядоченный набор фактов Который отвечает нам как аналитикам, респондерам Всем, кто вовлечен в процесс ИБ И кому нужны ответы на ключевые вопросы Что за атака? Кто атакует? Зачем атакует? Почему? Насколько это вредоносно? Ну и главное, что с этим делать? В общем, это выглядит примерно так Некачественные данные порождают обычно фалсы Беда нашего ИБ классическая Фалсы — это что? Это невозможность сделать выводы Это невозможность принять решения И обычно тут такая классическая фаза разочарования в TI наступает Когда много фалсов генерит нам В общем-то, делает невозможным работу с TI продуктивным На каких механизмах обеспечения качества мы сфокусировались И я не скажу, что мы их до сих пор полностью решили Это бесконечный путь любого продукта Который занимается обработкой данных А Threat Intelligence платформа — это, в общем-то, продукты, занимающиеся обработкой специфичных данных Это механизмы префильтрации Когда мы отсеиваем всякие серые подсветки, мультикаст Всякие известные невредоносные сущности Это агрегация данных, когда мы данные между собой связываем Но не теряем необходимого ценного контекста Это нормализация, когда у нас есть куча разных данных В разных форматах нам нужно привести в единый вид Машина читаемый и человека читаемый История очень похожая на историю в Сиемах Это механизмы ранжирования, которые позволяют Работать аналитику с наиболее вредоносными индикаторами компрометации Причем ранжирование должно включать в себя много параметров Предположения о вредоносности на основе каких-то фактов Темпоральные характеристики, которые рассказывают о том, Индикатор компрометации вредоносен в данный конкретный момент Это механизмы управления жизненным циклом Когда платформа помогает управлять устареванием индикаторов компрометации Потому что индикаторы на самом деле Например, DGA домены устаревают достаточно быстро А хэши в принципе персистентны могут быть сколько угодно Но со временем актуальность в той или иной малваре падает Поэтому этот механизм, который помогает аналитикам и инцидент-респондерам Работать с точечными выборками ИОКов Ну и контекстуализация — это то, что помогает связывать Собственные индикаторы компрометации с ценным контекстом Который помогает ответить нам на ключевые вопросы Что с этим делать Переместимся в наш момент Перед тем, как переместиться в наше время Я хотел бы обратить внимание на небольшую статистику Но нашу, собранную примерно за октябрь Выборка не большая, но выборка целевая То есть это порядка 100 человек Около 95 или 91 Которые работают с TI И они ответили на несколько ключевых вопросов Собственно, самый оптимистичный вопрос для нас Как для меня, как для менеджера продукта Который развивает Adeligence Это сколько людей использует TI В каком-то виде В любом это могут быть отчеты Это могут быть ИОКи просто голые Но в общем люди пользуются TI Это классная новость, 61% Причем большинство пользуются на регулярной основе То есть каждый день они в том или ином виде Используют TI в своих ИБ процессах Больше всего мне было бы интереснее посмотреть На те 6%, которые несколько раз в год Используют TI, не знаю, по праздникам что ли Есть больше результатов опроса Там еще несколько слайдов с ключевыми болями Можете сфоткать QR-код Он переведет вас по ссылке Не вредонос, не бойтесь И это не госуслуги И посмотреть, если интересно Какие ключевые потребности Спустя 3 года И следуя рынок и пользователи Самое главное сейчас Разными методами Количественными, качественными То есть опросы, интервью Мы видим Это частотный сценарий С использованием внутренней базы знаний об угрозах История зреет Видно, что TI пользуется там не один человек внутри компании Обычно все-таки эта штука должна быть достаточно практичной И этим пользуется в компании, где есть сок Множество людей в процессе ИБ Поэтому это внутренняя база Которая формируется по итогам сбора данных Просеивания у них, собственно, аналитики Инцидент респонса Это, собственно, инцидент респонса Когда у нас есть инциденты Которые могут содержать индикаторы компрометации И тут нам нужно получать оперативные, актуальные ответы А как с этим бороться, что делать Это классическая ситуационная осведомленность Чтобы понимать вообще, какой ландшафт угроз у нас сейчас Что актуально в нашей отрасли Секторе экономики для конкретно нашей компании Ну и классика — это детект Обнаружение угроз, реактивное Тогда, когда что-то уже случилось И мы это нашли, например, в Сиеме Ну и проактивное — это про мониторинг Обычно где-то на границах сети Того, что еще не пролезло или пытается пролезть Я достаточно автоматично смотрю на TI Как мне кажется, это должна быть Штука очень практичная и применимая Самое главное, иначе будет разочарование Поэтому, кажется, любая платформа Которая будет разрабатываться Сейчас разрабатывается Должна решать задачу ответов на ключевые вопросы Что за угроза? Кого атакует? Когда атакует? Почему атакует? Как с этим вообще быть? Как бороться? Ну и, собственно, подводя Потихонечку к концу свое выступление Небольшой анонс Давно чувствуем спрос на источники данных Их достаточно немного на нашем рынке Локальных именно источников данных Мы тоже запускаем свой фид Фид в первую очередь Будет на текущий момент Сосредоточен на ключевой задаче Автоматизации рутинной работы Извлечения из TI отчетов данных И последующих действий с ними Мы заметили историю, когда Пользователи берут TI отчеты Либо какими-то тулами Либо вручную выделяют Необходимые данные И складывают это К себе в базу Либо в detection Либо еще куда-то Это занимает достаточно много времени И, как видим, это проблема Фид уже мониторит Открытые источники В поисках Tretendale Отчетов Выделяют из них ключевые объекты Иоки, Малвари Примерно так это выглядит Есть репорт Есть рядом все выделенные сущности Главная ценность, что Это все делается автоматом Без вашего участия И вся эта история Она автоматизируется на раз То есть все извлеченные объекты Можно использовать сразу В экспорте на средства защиты В мониторинге в CM И все это очень легко автоматизируется Правилами системы По разным выборкам Можно по конкретной Малваре Отправить выборки иоков Или по конкретному третектору Или по тегам Почему угодно Спасибо вам большое за внимание На этом я завершаю свое выступление Я буду рад ответить на вопросы Если они есть И спасибо, да Вот мы используем, допустим Какую-то одну подписку На данные об угрозах Как нам понять Когда нам нужно использовать больше Допустим Еще какую-то подписку Еще какую-то подписку И у нас тоже его часто спрашивают Идеологически мне кажется Что история про траты Intel Это все-таки история про охват Доверяться одному лишь только источнику Мне кажется не очень правильным Кроме случаев Когда вы полностью удовлетворены В качестве этого источника У вас просто нет запросов На большего качества Нет фалсов Вас устраивает охват Тогда все окей Наверное вас устроит один источник Но мы такой кейс видим достаточно редко Часто Те компании Которые только начинают работать С траты Intel Или пытаются в эту историю пойти Начиная с открытых источников Там ограничится одним источником Потому что специфика разная Опять же вот вопрос специфики Каждый вендор Зачастую он специализируется На какой-то одной предметной области Или Локации Я имею ввиду геолокации Поэтому я бы рекомендовал все-таки Пробовать пилотить разные источники Не ограничиться одним Причем это может быть смесь И даже должна быть смесь Из нескольких Это может и вендорские фиды И опенсорсные фиды Это могут быть фиды регуляторов Это нормально Надо пробовать И выстраивать процесс оценки качества Лишь бы хватило денег На все эти фиды В том числе да Фиды дело не дешевое И я говорю об оценке Всегда надо смотреть от оценки Посмотреть какую ценность Это все приносит В вашем процессе Трэд интел по нашей практике Например в инцидент респонсе Он может снижать МТТР, МТТД Но не всегда он это снижает Если процесс совсем незрелый Об этом кстати недавно Был свежий отчетик Что если процесс незрелый Процесс старта работы с ТИ Может даже замедлить эти метрики Тут нужно к этому тоже подходить с умом И процессы строить Ничмаркать все это дело И еще один вопрос Касательно в целом Платформы Трэд интеллидженс Некоторые заказчики думают Что зачем покупать Какую-то готовую платформу Проще же самим это разработать Под себя Сделать удобно Чтобы все было Вот как вы отвечаете на этот вопрос Почему все-таки стоит вкладываться В какое-то интерпрайзное решение Или есть случаи, когда не стоит Есть Разрабатывать свою Вряд ли стоит Только если у вас нет Конкретных требований Которые не решаются Другими продуктами Очень долгая история Ну как вендор просто скажу Не потому что Типа Не покупайте Идите к нам Очень много нюансов Очень можно упороться Если нет понимания Лучше начинать Есть open source решения Которые могут решить Базовые задачи в начале И я более чем уверен Скорее всего Со временем Вы созреете Перейти на что-то более Энтерпрайзное Просто потому что Вырастите из этих решений Не решают базовые задачи Но зачастую не решают Сложные задачи Сбора Большого количества Источных данных Быстрой их обработки Распространения И так далее Но начать можно Из абсолютно бесплатных решений Старт нормальный Нужно дорасти И последний вопрос Касательно людей Нужно ли выделять в команде СОК отдельных аналитиков По киберугрозам Или достаточно просто Совмещать с обычными ролями Не знаю Я подискутировал Потому что я как Продакт И вот Идеологический адепт Автоматизации Рутинных операций Думаю что Одна из миссий нашего продукта Сделать работу с TI Простым Понятным всем Чтобы не нужен был Действительно отдельный человек Который занимается только TI И только им Чтобы не было этой функции Которая превращается в бас-фактор Есть ряд людей Которые вовлечены в процессы ИБ Это может быть в том числе ИТ И мы как продукт Как продуктовая команда Думаем что мы это можем Сделать за счет продукта Сделать работу с TI Простым, понятным И не нужны аналитики Потому что нужны люди Которые будут заниматься Сложными функциями Трэд-хантингом, например Это сложная история Которая пока плохо автоматизируется А базовые истории Собрать данные Сделать их оценку просеивания Автоматизацию детекшена И все это остальное Мне кажется Пускай делают роботы Ну по крайней мере Мы будем к этому стремиться И вроде удается Супер Антон, спасибо большое За интересный доклад Давайте поблагодарим еще раз Спасибо вам всем Спасибо, Ань Всем доброе утро Немножко холодного душа Технический трек И маленькая техническая информация О том, как эти TI-фиды делаются Наша команда занимается Поставкой знаний И алгоритмов В продукты Которые обнаруживают Бредоносное ПО И мы сегодня говорим О одном из этих направлений О формировании TI-фидов Вот наш план Который мы будем стараться Придерживаться И сильно не отвлекаться Давайте поставим задачу Поймем, как эта задача Решается на техническом уровне Потом сделаем вывод Как передвигаться По ступеньке выше Дальше Как обобщать полученную информацию Ну и подведем итоги Задача TI Вот мы уже сегодня 40 минут слушаем про TI И можно спросить каждого Каждый сформулирует это по-своему Что такое TI Определения будут разные И в интернете много определений И для того, чтобы сделать TI-фид Эти определения не очень подойдут Нужно как-то сфокусироваться На конкретных целях Которые мы хотим достичь И вот я так сел, подумал И смог выделить Только на самом деле Две цели Которые помогают решать задачу Вот они Очень, на мой взгляд, понятные И практичные Нам нужно обнаруживать угрозы лучше Все-таки Иначе не очень понятно Зачем покупать сервис Или продукт Который не позволяет Обнаруживать угрозы лучше Да, кажется, очевидная история И что отделяет TI От остальных продуктов Нам нужен контекст Нам нужна ясность Нам нужно понимать Что мы обнаружили И что дальше с этим делать Насколько это важно Все И вот все остальные моменты Они будут отсюда вытекать Что мы будем использовать Для решения этой задачи Начинаем с простого Начинаем с айоков С индикаторов компрометации И нам нужно определиться С чем мы работаем Слева на слайде Перечислены те четыре группы индикаторов С которыми все работают И к которым все привыкли И которые никого не удивляют IP-адреса, домены, URL, HES А справа Примеры тех Которые используются реже И мы сегодня не будем О них говорить Но почему бы не привести Их во внимание И показать Какие они бывают интересные Особенно последняя строчка У кого есть ноутбуки Можете успеть сфотографировать Пока я говорю Написать на русской раскладке Вот эти буквы И поднять себе настроение Хотя бы на пару часов А так и да Это mutex E-mail, сокеты, реестры Windows Имена файлов Все это может быть полезным Но говорим о первой группе Четырех индикаторов Какие могут быть характеристики И вообще зачем они нужны Мы отвечаем сейчас на второй вопрос На контекст На полезность этой информации Которая нам помогает Разобраться в ситуации О срабатывании чего-нибудь Где-нибудь Это характеристики Это еще называют обогащение Вот давайте попытаемся понять Что есть это самое обогащение Пройдемся по каждому из типов индикаторов И посмотрим Чем эти данные обогащаются Слева То, что как правило Понятно Часто присутствует И несложно добыть И предоставить Справа Ну нечто чуть сложнее Что бывает реже И вот Как раз таки По столбику справа Буду приводить какие-то примеры Вот в частности Если мы берем файловые индикаторы Хэши К ним можно добавлять Имена файлов И вроде бы понятная история Но вот как посмотреть Имена файлов Можно взять список имен И Отличие в именах В файлах Может иметь значение Чем сильнее они отличаются Тем больше признаков того Что это какая-то фишинговая рассылка В которой Одни и те же документы Присылаются под разными именами Заманчивыми именами С каким-то Соответствующим контекстом Если это летит в финансы Или в промышленность Вот одна сторона Другая сторона Это количество Если у вас есть Всего лишь одно название И это название Ничем не примечательно То есть не содержит Каких-то спецсимволов Не содержит Каких-то странных Подозрительных слов Хороший признак Возможно чистого софта Может быть Можно даже между собой Эти имена сравнивать Находить расстояние Почитывать расстояние По Ливенштейну Еще как-нибудь И эти метрики Тоже помогают Как-то дальше Иметь большее представление О конкретном индикаторе Насколько он опасен Или нет Урлы Вот здесь интересный пример Про редиректы Можно взять Урлу Сходить по нему И посчитать Количество редиректов Которые случатся Дело в том Что если речь идет О такой технике Атаки Как мавритайзинг Это прям Классика жанра Когда вы пришли По какому-то объявлению На один сайт Вас перекинули На второй сайт Потом на третий сайт В итоге мы достигаем Конечной точки Там либо лендинг фишинга Либо ничего А это ничего Это на самом деле Эксплойт под браузер Который пробивает его Запускается удаленный код И Имеется в виду Произвольно удаленный код И машина инфицирована Вот Казалось бы Достаточно такая простая метрика Далеко не всегда ее найдешь Домены Здесь история Про DGA Про DGA Поговорил Предыдущий докладчик Расширю Историю про DGA Лишь тем Что Сама по себе Метрика DGA Бывает полезная Для того Чтобы быстро определить Какую-то спорную ситуацию В пользу Вредоносности Сам по себе Домен Может быть Либо предоставлен В списке ДГАшных доменов Определенного Батнета Малваре Так и может быть На ходу Где-то взят Определен с каким-то Скором С каким-то Уровнем Отношения к DGA Это помогает В дальнейшем При ранжировании IP адрес Есть такая Интересная сущность Синкхол Многие исследователи Безопасности Компании По информационной Безопасности Да и все Кому не лень Любят Покупать Домены Которые Использовались Зловредами В тот или иной Период времени Дальше Эти домены Резолвить В Выделенные машины То есть А записи Там 4А записи Назначать на Определенную тачку В интернете И происходит Вот этот Дальше Процесс исследования Когда кто-то Обращается к домену Попадает на эту машину И на самом деле Вот такие вот хосты Которые являются Инфраструктурой Синкхола В общем ландшафте Выглядят как Ну максимальное Что-то плохое И адское зло Потому что туда Друбится все Что не попадет Несколько АПТшек И не АПТшек И одна и та же Малварь В разных количествах В общем Страшнее не бывает Но сам по себе Этот IP адрес Он не является Интересным Ну потому что Как вы понимаете В чем смысл Разбирать Обращение к адресу Скорее важно Понимать Что к нему привело И вот уже по этой связи Выходить на первопричину И разбираться с ней Вот Синкхолы надо Отдельно группировать И не путать С остальным Набором данных То что касается Всех типов Вот некие такие Общие черты Приведены на этом слайде Здесь Частично уже Я сказал про это На предыдущем слайде Логически Прихожу к примеру Про связи Крайне важная информация Это то Что опять же нам позволяет Отвечать на второй вопрос Целей На контекст На какое-то представление Что же произошло Чем больше связей Чем они лучше выстроены Тем Осмысленнее Сам процесс TI Нет связей Нет в виде связей Смысла это не имеет По большому счету Но это нужно понимать Иначе контекста не будет Дальше Ну ладно Хорошо Вот мы поняли Как мы умеем обогащаться Теперь Переходим К следующему этапу Который Имеет В большей степени Важность для вендора Когда мы имеем Вот эту дополнительную информацию Как мы можем использовать В полезных целях Есть замечательные слова Первое слово Затухание Вот когда мне говорят Про затухание индикаторов Они затухают Это влияет на что-то У меня вот Честно говоря Вот такая вот картина Вспылает в голове И сегодня Отличная возможность Показать вот эту вот картинку Которая у меня Рождается всем вам Я вот так себе это представляю И представляю себе это очень плохо Потому что Я не могу придумать Математическое обоснование Какую-то математическую аппроксимацию Как у нас затухают индикаторы А народ пробует Есть формулы Есть всякие интересные формулы От простых экспонентов И заканчивая там Какими-то комбинациями Сложных функций Вот По большому счету Что сводится Это вот к таким примерам Группировка Апт-30 Не так давно Началась Новая ее Вредносная активность И вот в рамках этой активности Использовались Активно Использовались Домены Которые уже ранее Использовались группировкой Там что-то порядка 12 лет назад Относительно 2019 года Короче говоря Очень давно То есть Мы хотим себе представить Что это могут быть За примеры диапазонов затухания Ну вот Наверное Плюс-минус 10 лет Ну то есть Лучше сказать Что его нет Просто этого диапазона Да Индикаторы могут устаревать Они могут терять Актуальность Но это не затухание Это какие-то признаки Которые берутся в расчет Исходя из которых Делается вывод Что индикатор нерелевантен Он становится менее важным Чем остальное Но никак не может затухать И уж тем более По математическим формулам Дальше История про ранжирование Или рейтинг Или скор Это пример того Как это можно делать Вариантов Ну может быть несколько Вот приведем Самые наверное Понятные На первый взгляд История про факты Которые можно Приоритизировать И перекрывать Этими фактами Друг друга Вот пример про то Как у нас обнаружен Какой-то там Вредоносный IP-шник Это цветушник Какого-то бэкдора И вообще выясняется Что этот бэкдор Это инструмент Оптегруппировки Но с другой стороны У нас есть информация О том Что в IP-шник Резовывается чистый домен Да и в принципе С этого IP-шника Много чего чистого Постоянно выкачивается И не претендую Прямо на стойкость Этой системы Но как пример Вполне годится Можно сделать вывод Что этот IP Скорее нам Неинтересен Чем интересен Мы его исключаем Из рассмотрения Потому что Ну а что Если с него Постоянно Выкачивается Много всего Значит этим пользуются Значит этот IP-шник В ходу Так или иначе У пользователей Мы будем видеть Что мы И ничего полезного Из этого не будет Вот такие вот факты Друг друга Побороли Побороли в сторону Для того что IP-шник надо Скорее выкинуть Из скопа Здесь логика Либо один Либо ноль Либо у нас чистый Либо грязный Тут нет никаких Дополнительных показателей Более сложная логика Когда снова Есть все-таки Те же факты Но каждому факту Присваивается коэффициент И на самом деле В этом и заключается Экспертиза Знания Специфика Каждого вендора Который поставляет Те афиды Кто как смотрит На вот эти факты И кто как Придает им Какое-то значение К каждому факту Ставится коэффициент Дальше у нас есть Либо его присутствие Либо его отсутствие Один или ноль Для математика Функции Хевисайда Кто как на это Любит смотреть Все дальше Складываем Получаем какую-то сумму Делаем эту сумму Для всех индикаторов Получаем много сумм Теперь мы эти суммы Можем отсортировать Нормализовать Под любые диапазоны И вот у нас получается Уже тот самый Какой-то понятный Диапазон значений Вот этот самый рейтинг Вот этот самый скор В любой метрике Которым дальше можно Пользоваться Причем даже Сама запись Многих кто работал Так или иначе С ML Тоже напоминает Историю про регрессию В общем-то Здесь в этой задачке Machine Learning Может помогать Со стороны Подбора Этих самых коэффициентов Как их сделать Корректными Грамотнее Чем вот На взгляд аналитика Пусть здесь будет Пять А тут семь ML в этом смысле Справится точнее Еще пример Про подход вероятностный Когда вы можете Снова брать факты Но теперь вы уже говорите Что каждому факту Мы доверяем В той или иной степени Вот опять же В какой степени Как можно доверять Постоянно В каком-то Количественном размере Но тем не менее В общем-то можно После чего Пользуемся математикой События Они независимые Складываем вероятности Вот так вот Мы их складываем Как ни странно Умножением Вот Это работает Получаются результаты У вас получается Уже нормализованный результат От нуля до единицы С точки зрения Процента вероятности Это снова Аранжировка Этим можно пользоваться Ладненько Разобрались Мы теперь научились Эти веса делать У нас появились Эти результаты И что в итоге Как мы хотим Увидеть этот самый Эффективный результат От использования TI Вот мы увидим Следующим образом Это вот такая вот Цепочка Как мы переходим От технического уровня Ну видимо К тактическому Если так правильно Говорить Через операционный То есть на сторону Тактик и техник Вот давайте На конкретном примере Прям посмотрим Как это работает Есть какой-то продукт Fairwall На нем есть срабатывание По индикатору На определенный домен Вот у нас появился Индикатор Йог В этой цепочке Дальше есть понимание Что это не просто домен Это сетушник Маяка Инструмента Пентестерского Cobalt Strike Ну здорово У нас есть Какое-то маломальское Malware Family Ну Cobalt Strike В атаках В компаниях Через А В компаниях В атаках На российские учреждения В этом году В частности В августе этого года Вот сектор компании указан Ну примерно понятен Временной диапазон событий Дальше идем К злоумышленнику И складывается понимание Что это определенная группировка Называется Начемельгенг Здорово Теперь у нас есть Четкое Конкретное Более-менее Да Это конкретное понимание Все-таки Кто действует И на ком мы остановились Поднимаясь вверх А теперь разворачиваемся И начинаем спускаться В обратную сторону Вниз У нас есть мышленник Давайте посмотрим На то, что он умеет делать Чем он так опасен Какие еще могут быть От него последствия И вот выясняется дальше Благодаря TI Естественно Благодаря TI Выясняется То, что У этой группировки Есть прикольные плагины Для веб-сервера На винде Для ИСа Майкрософтовского Которые встраиваются В ИС И они Работают В режиме Фильтрации Входящих запросов Они просто Обрабатывают То, что ТП запрос Извлекают оттуда Фрагменты данных Оценивают Сравнивают И если фрагменты данных Правильные Значит это команда Для бэкдора И он ее выполняет Вот такой вот Пассивный бэкдор Для которого даже Ситушник не нужен Он уже стоит Там, где приходят Запросы Бэйдизайн И он может их обрабатывать И после этого Происходит интересный поворот Происходит Корректное Реагирование На инцидент Мы не просто Заблокировали Дальше Где-то Индикатор Еще в инфраструктуре А мы Пошли Например Сделали аудит Этих самых Веб серверов Разобрались А нет ли там Какой-то Нелегитимной Истории Ну Какого-то Это и смысл Все этой затеи Вот вся эта там Цепочка подготовительных действий Нужна для того Чтобы получалось Делать примерно это Давайте этожить Давайте этожить Что мы видим Мы видим Что есть обогащение Но важно понимать Что это обогащение Видите не только Вы как заказчики Сервиса продукта Это важно И для вендора Фидов Потому что Благодаря этому Обогащению внутри Получается Сделать Фиды корректнее И чем больше Этого обогащения Тем больше и вы увидите На выходе И качество будет выше Дальше история Про затухание Наша позиция в том Что эта история Очень сомнительная Мы скорее Не смотрим в эту сторону Мы смотрим в некие Такие наверное Более щупабельные Понятные показатели И скорее такой Риторический вопрос Просьба в воздух Ну вот Мы представляемся Как один из вендоров TI И вот мы слышали В предыдущем докладе Что какая боль Для платформ Как для продукта Когда есть куча источников И все они Ведут себя В разной степени Адекватности Вот наверное Это то самое Золотое будущее С точки зрения Входных данных Для платформ Если каждый TI Фид будет идти Вот в эту сторону Подготавливать себя К такому Скажем так Наполнению Статусу Как следствие Качеству Но от этого Будут наверное Все выигрывать И поставщики данных TI И платформы Которые будут Благодаря адекватности Поставляемых данных Принимать Помогать Принимать более Корректные решения У меня на этом все Спасибо что послушали Жду ваши вопросы У меня есть вопрос Касательно Того С какими продуктами Интегрируется Ваш TI Можете привести пример С какими платформами На данный момент времени То что Сегодня вы услышали Это история процесса То есть мы сейчас Вот эту историю Никак не позиционируем Потому что она не готова Она просто не готова И мы не хотим Предоставлять то что не готова Если говорить об интеграциях Это все те ходовые TI платформы Вот в частности Ну мы не будем сейчас Перечислять через запятую Вендоров Наверное Со всеми популярными Конечно Предполагается Что эта интеграция Будет ничем не отличаться От всех остальных подходов Как это делают Другие вендоры Так делать будем и мы А вот вы говорите Еще пока не позиционируете Это как сервис Тем не менее Уже есть клиенты Которые попробовали И какую они Обратную связь дают Что действительно Там мало фолзов Все классно подготовлено Или нет Вот благодаря В частности Обратной связи Получается корректировать Своё мышление То есть нужно понимать Что это не мы не сели За 10 минут Придумали какой-то план И вот пошли по нему И верим в результаты Нет Это многоступенчатый Итеративный подход В результате Вот этой самой оценки На пробных Так назовем Лояльных Историях клиентов Заказчиков Мы делаем выводы Что вот так делать Правильней И вот так оно работает Да То есть это обратная связь Которая на это влияет Отлично То есть можно к вам приходить И просить попробовать Да Как и всегда Да Отлично Спасибо большое Алексей Спасибо Коллеги Всех приветствую Меня зовут Овчинников Роман Я руководитель Отдела исполнения Компании Security Vision Сегодня Хотел бы Проговорить Да Как Анна сказала Немножко про другую тему Про тему Управления уязвимостей Мне просто показалось Что эта тема Немножко Несправедливо Обделена вниманием На подобного рода мероприятиях Хотя тема важная Ну и расскажу заодно Собственно Почему управление уязвимостями И вообще уязвимостями Важны с точки зрения Работы сок Какую помощь Какую ценность Может управление уязвимостями Принести в работу Сока И проговорить Собственно Как в том числе TI помогает В управлении уязвимостями Начнем с небольшого количества статистики То есть собственно Как мы знаем Количество угроз Которые Так С которыми мы сталкиваемся Регулярно растет Из года в год Собственно Про это наверное уже не рассказано Но это Это связано с тем И следствием этого Является то Что растет и количество уязвимостей На графике слева Вы можете видеть Собственно Динамику Изменения Обнаруженных уязвимостей По базе данных CVE от MITRE То есть как мы видим Есть довольно внятный тренд На то Что количество уязвимостей Увеличивается Благодаря этому Растет количество атак И для того Чтобы успешно Отражать эти атаки Реагировать на атаки Нам нужно в том числе Работать с уязвимостями В правой части слайда Представлены Топ уязвимостей Которые Эксплуатировались В течение 20-21 годов Я думаю Многие из них Если не все вам знакомы Так как они связаны С самыми нашумевшими историями Или с самыми массовыми историями Что как бы еще раз подчеркивает Важность уязвимостей В проведении атаки И собственно Важность работы с ними Еще один момент Почему уязвимости важны Наглядно демонстрирует нам Давно известная цепочка Атаки Килчейн В этой цепочке Мы прям видим Посередине Есть этап эксплуатации Соответственно Для реализации То ли иной атаки От ее начала до конца У нас есть момент Когда злоумышленник Эксплуатируя какую-либо уязвимость Внедряет какой-то Вредоносный код Получает контроль Выполняет Негативные действия И так далее Соответственно Для того Чтобы мы могли Успешно противостоять Атакам Нам достаточно Сохранить уязвимости Такая-то цепочка рушится Именно поэтому Работа с уязвимостями Очень важна для СОКа Как для подразделения Которое занимается Реагированием на угрозы Кроме непосредственно Предвозвращения атак Информация об уязвимостях Может по-разному Применяться в СОК То есть сам факт Информации об уязвимостях В антиинфраструктуре Дает СОКу Намного больше информации Примеры Как это может использоваться У вас на экране Например С точки зрения Реагирования на инцидент Когда идет какая-то Атака на какие-то Ваши активы Если у вас есть Контекст этого актива В том числе С точки зрения Наличия на нем Уязвимостей Вы можете Более правильно Проверить Анализ этой атаки И приоритизацию Действий По устранению Данной атаки Вы можете Провести Более качественную Атрибуцию И как раз таки Тогда Как предыдущий Спикер сказал Выстроить цепочку До злоумышленника До используемых техник И понять Соответственно Как правильно Будет Подходить К данной атаки С точки зрения Сдерживания И устранения Данной атаки По информации Об уязвимостях Вы можете Строить Свои кейсы Для мониторинга Если вы хотите Выявлять Атаки На более раннем этапе Зная информацию О том Какие уязвимости Имеются В инфраструктуре Как они устроены Вы можете Разрабатывать Сценарии Своевременно Заблаговременно На первых этапах Выявлять Эти атаки И таким образом Минимизировать Потенциальный ущерб Вы можете Повышать Уровень защиты Разрабатывая Допытные сигнатуры Для Своих средств Защиты Это может быть Как ваша собственная Разработка Так и взаимодействие С вендором Который Предоставляет вам Определенные средства Защиты Но главное Что зная Какие уязвимости У вас есть Зная Как их можно Детектировать Вы можете Внедрять Необходимые инструментарии В свои средства Защиты Кроме того Если вы знаете Если у вас есть Информация По уязвимостям Если в вашей компании Регулярно проводятся Киберучения Или в каком-то виде Проводится Редтимминг Вы можете Повысить качество Этих мероприятий И эксплуатируя Те уязвимости Которые есть В инфраструктуре Вы подготовите Ваших специалистов К наиболее Релевантным Атакам Которые могут Происходить В вашей Вашей инфраструктуре То есть Составление Программы Киберучений Может опираться На базу Данных Об уязвимостях И таким образом Демонстрировать Именно наиболее Релевантные Атаки Ну и Последний момент Не мог его Здесь обойти мимо Так как все-таки Трек про TI Уязвимости Вам помогают В том числе И в процессе TI Каким образом Во-первых Это процесс Получения информации Из внешних источников Знание О тактиках И техниках Которые вы получаете Извне Вам нужно Как-то примерить На свою инфраструктуру И тут Соответственно Опять-таки Информация О тех уязвимостях Которые у вас Есть В инфраструктуре Поможет вам понять Релевантна Для вас Эта угроза Или нет Понятное дело Один из Один из этапов Такого рода Анализа Но тем не менее Это тоже поможет Отсеять то Что для вас Нерелевантно Чтобы вы Не тратили Свои силы Ну и плюс Чай Это не только Получение данных Но и разработка Собственных данных Обмен каким-то Опытом Сообществом Соответственно Если вы Реагируете На какие-то Инциденты Расследуете Их Обнаруживаете Новые виды Атак Обнаруживаете Какие-то Новые уязвимости Вы этим Можете делиться Соответственно Таким образом Участвовать В разработке Тех самых Фидов Которые Являются Составляющей Частью ТИА Давайте Теперь посмотрим Собственно Как СОК Как Некое Подразделение Может Участвовать В процессе Управления Уязвимостями На экране Видите Такой Общий Минимальный Процесс Управления Уязвимостями Стоящий Из четырех Этапов Это Обнаружение Оценка Принятие Мер И Контроль Устранения Соответственно Как и любой Процесс Он Цикличный Уязвимостей Это Касается Даже В большей Степени Потому что Мне кажется Необходимо Исходить Из того Что Уязвимостей В инфраструктуре Будут Всегда Никогда Не получится Дойти До той Точи Когда Мы Скажем Все У нас Больше Уязвимостей Нет И поэтому Регулярное Выполнение Этой Процедуры Шаг Жа Шагом Поможет Нам Минимизировать Необходимые Риски Давайте Теперь Посмотрим Как На каждом Из этих Этапов Может Участвовать СОК Как Подразделение Обнаружение Уязвимостей Уязвимостей Можно Получать Информацию О том Что В вашей Инфраструктуре Есть Те или иные Уязвимости Можно Получать Разными Наверное Самое Популярное Это Применение Сканеров Уязвимостей Понятное Дело Удобно Есть Специализированные Решения Сканируешь Выявляешь Уязвимости Но Сканеры Имеют Свои Ограничения И допущения В эту Тему Я Сейчас Не буду Вдаваться Отдельная Тема Для разговора Но Собственно Не сканером Единым Мы должны Оперировать С точки зрения Обнаружения Уязвимостей Второй Способ Обнаружения Уязвимостей Это Проведение Пинтестов Желательно Регулярных Но Хотя Иногда Надо Их проводить По итогам Проведения Пинтеста Будь это Ваша Внутренняя Команда Которая Привела Тестерни Будь это Внешняя Подача Которая Выполнила Для вас Эти работы Вы Обнаруживаете Уязвимости Которые Возможно Раньше Вашим Сканером Не были Обнаружены Или Если у вас Сканер Впринципе Вы Впервые Обнаруживаете Таким образом Вы Пополняете Свою Базу От тех Уязвимостей Которые У вас Есть Третий Способ Это Фред Элдженс Без Этого Никуда Зная Информацию О том Какие У нас Угрозы Какие Текущие Компании По Проведению Атак Какие Техники И тактики Используют Те или иные Злоумышленники Мы В том Числе Получаем Информацию О том Через Какие Уязвимости Эти Атаки Могут Проводиться Таким Образом Можем Получать Информацию О том Что Уязвимость И Проверить Ее Наличие В нашей Инфраструктуре Следующий Способ Обнаружения Это Инциденты Соответственно По итогам Анализа Инцидентов По итогам Проведения Расследований Форенжики Тут как бы Кто на что Гораст У кого Насколько Глубоко Выстрелены Эти процессы Но по итогам Процессов Управления Инцидентами Мы также Можем Выявлять Уязвимости Это могут быть Как ранее Не обнаружены В нашей Инфраструктуре Так и Принципиально Новые Уязвимости Если мы Например Проводим Форенжику Какого-то Какой-то Малуаре Еще один Способ Получения Я считаю Его не менее Важным Это Некий Просто Новостной Фон То есть Какие-то Обеличения Безопасности От Вендоров Продукты Которых Вы используете Это в принципе Новостные Ресурсы Какого-то Рода Агрегаторы И так далее То есть От них Вы также Можете Еще до Проведения Сканирования Пинтеста До того Как вам Придет Какой-то Чай Или Проявятся Какие-то Инциденты До этого Всего Вы можете Уже Получить Информацию Что Да Уязвимость В таком-то Продукте Есть И Соответственно Если Этот продукт У вас Используется То Вам С этим Нужно Работать Глядя На эти Перечни Источников Собственно Как Нам В какой Мере Сок Может Участвовать В Выявлении Уязвимостей В зависимости Конечно Соки Бывают Разные Мне Кажется Этот Тезис От Одного Сок Форма К другому Качует И Не Меняется Но Грубо говоря Средним Сок Может Предоставлять Информацию О Наличии Уязвимости По Итогам Инцидентов Сок Если Он Использует Чай Соответственно Наверное Как Оценной Потребитель Данного Рода Продуктов Может А тут Предоставлять Информацию Уязвимостей Некоторые Соки Используют Имеет В своем Составе Какие-то Команды Ретиминга Которые Проводят Пентесты В меньшей Степени Но Тем Менее Из Пентестов Сок Также Может Предоставлять Информацию Сканеры Обеличения По моему Меню Уже Меньше Относится К Ведомству Сок Но Тем Не Менее Тоже Бывают Разные Кейсы Которые Мы Встречали Следующий Этап Этап Оценки Когда мы Обнаружили Да Или Нам какой-то Сканер Дал информацию Или мы Каким-то Оно Обнаружили Вот У нас Есть Уязвимость На самом деле У нас Есть Неуязвимость А По итогам Вот Такого Процесса Обнаружения Обычно У нас Есть Десятки Тысяч Уязвимостей На Всей Нашей Инфраструктуре И тут Перед Нами Встает Вопрос Что Нам С этим Делать В каком Порядке Мы Должны Обрабатывать Какие Должны Обрабатывать Какие Не Должны Что Является Фолстом Что Не Является Фолстом И так Далее Нам Нужно Оценить Что Какая Часть Из этих Уязвимостей Реально Предполагает Какой-то Риск Для Нас Мы Должны Оценить Какой Риск И Исходя Из Этого Выставить Некую Стратегию Устранения Данных Уязвимостей Тут Как раз Таки Важно То Что Уязвимость Не Равно Риск И Риск От Уязвимости Нам Как раз И Нужно Посчитать Чтобы Корректно Выстроить Стратегию Устранения Что Нам Может Помочь В том Чтобы Посчитать Этот Риск Во-первых Сама Уязвимость Как Некая Сущность Когда Мы Откуда Получили Она В себе Какую-то Минимальную Информацию Содержит Это может Просто Некое Описание Что Происходит Может Как Ссылки На Патчи Как Это Устранять Некий CVSS Скоринг В целом О Критичности Этой Уязвимости Как Мы Дальше Можем Эту Информацию Использовать Мы Должны Срастить С Дополнительной Контекстной Информацией Этой Контекстной Информацией Является Наша Внутренняя База Активов База Знаний О Наших Активах Из которых Мы Можем Подчеркнуть Информацию Собственно Какая Критичность Данного Хоста Для Нашей Организации На Котором Выявлена Уязвимость Какой Какие Уровни Доступа Есть У Людей Какая Сетевая Доступность Этого Узла С точки Зрения Нашей Инфраструктуры Есть ли Доступность Изне То есть Со стороны Интернета К этому Хосту Для того Чтобы Мы Могли Понять Насколько Вероятно То Что Эту Уязвимость Проэксплуатируют Какие Средства Защиты У нас Уже Используются Для Данного Актива Потому Что Возможно У нас Уже Стоят Какие То Контроли Которые Предотвращают Возможность Эксплуатации Данной Уязвимости Это Первого Рода Контекст Который Нам Позволяет Проводить Оценку Второй Вид Контекста Это Дополнительный Энричмент Со стороны Внешних Источников Со стороны Виндоров Со стороны Специализированных Компаний Которые Занимаются Уязвимостями О том Как же Эту Уязвимость Можно эксплуатировать То есть В некий Контекст Какие Есть Пререквизиты Для того Чтобы Эта Уязвимость Была Проэксплуатирована Наличие Эксплойтов Доступность Этих Эксплойтов И так Далее Это все Помогает Нам Понять Некую Релевантность Уязвимости Ну и Третья Вещь Это Чай Опять Куда Мы Без Него Потому Что Чай Нам Может Дать Ответ На То Конкретно Эта Уязвимость Даже Если Она Критичная Даже Если На самом Критичном У нас Уязвимое Это Конечно Плохо Но Тем Не Менее А Есть Примеры Реального Использования Эту Уязвимости В Атаках Которые Проводят Те Или Злоумышленники Какой Текущий Ландшафт Угроз Какие Текущие Компании Используется Уязвимость Сейчас Или Использовались В Прошлом Эту Информацию Нам Может Дать Чай И Эта Информация Очень Важна Потому Что Большая Часть Уязвимостей Которые Так Или Иначе Обнаруживаются Мы На Графике Вначале Видели Что Их Очень Много Десятки Большая Часть Этих Уязвимостей Никогда Не Будет Использовано В Атаках Тратя Драгоценное Время На Устранение Такого Рода Уязвимостей Не Принесет Нам Дополнительного Уровня Не Принесет Нам Дополнительной Защищенности Мы Ничего Не Сделаем Мы Просто Потратим Время Поэтому Эта Информация Также Очень Важна И В Совокупности По Этим Трем Источника Мы Можем Составить Некую Картину Которая Нам Даст Четкий Ответ Какой Же Уровень Риска По Данной Уязвимости Для Нашей Инфраструктуры И Уже На Основании Этого Мы Будем Принимать Дальнейшее Решение О Тех Действиях Которые Необходимо Выполнять Как Нам В Это Может Помочь Опять Таки Сок Обычно Соки Обладают Информацией О той Инфраструктуре Которую Они Защищают Поэтому С точки Зрения 7DB Я Отметил Что Сок Нам Тут Точно Может Предоставить Нужную Информацию Как И Говорил Фред Интеллидженс Наверное Это Сок Основной Потребитель Данного Рода Продуктов Поэтому Тоже Эту Информацию Может Дать Он Внешние Источники Тут Зависит От Зависит От Того Кто Владельцем Должны На эту Уязвимость Как-то Отреагировать Я Сейчас Не Рассматриваю Все Возможные Варианты Как Это Можно Делать Я Рассматриваю Вариант Когда Мы Хотим Уязвимость Так Или Иначе Устранить И Некие Примеры Возможных Действий Это Могут Быть Установка Патчей То есть Мы Физически Убираем Уязвимость Обновив Уязвимый Софт Это Здорово Это Идеальный Вариант К сожалению Не Всегда Возможный Поэтому У нас Зачастую Есть и другие Варианты Как Мы Можем Реагировать На Уязвимость Это Может Быть Отключение Уязвимого Сервиса Если Это Позволяет Наш Бизнес Процесс Если Мы Просто Выяснили Что Есть Сервис Который Никому Не Нужен Мы Его Забыли Отключить Отключаем Уязвимость Нет Отлично Это Может Применение Средств Защиты Если Их Еще Нет Мы Можем Между Атакующим И Нашим Уязвимым Узлом Нашим Уязвимым Хостом Поставить Что-то Посередине Что Будет Предвращать Попытку Эксплуатации Данной Уязвимости Мы Можем Менять Конфигурации Хоста Изменять Его Какие-то Доступы Привилегии Пользователей Блокировать Счетные Записи Изменять Доступы С точки Зрения Сети И так Далее Все Такие Дополнительные Варианты Ну и Плюс Как Крайний Вариант Если Мы Ничего Не Можем Сделать Или Если То Что Мы Предпринимаем Мы Считаем Недостаточно Мы Конечно Можем Ставить Некую Уязвимость На Мониторинг Можем Тщательно Следить За попытками Их Эксплуатации В чем Нам Тут Может Помочь Сок Обычно Все Что Связано С патчменеджментом С Переконфигурацией Сети Это Ведомство IT Поэтому Тут Мы В какой-то Степени Можем Участвовать В применении Средзащиты Так как Зачастую Хоть Какая-то Часть Используемых Средзащиты Находится В ведомстве Сок И Мы Естественно Сок Как подразделение Одна из Основных Его задач Зачастую Это Мониторинг Поэтому Тут Сок Основной Ресурс Который Может Выполнить Данную Активность Ну и Последний Этап Нашего Процесса Управления Уязвимостями Это Подтверждение Устранения Уязвимостями Как Устранение Уязвимости Как Мы Это Можем Сделать Если Мы Имеем Сканер Безопасности Мы Можем Провести Повторное Сканирование Если Мы Обладаем Необходимым Бюджетом Или У нас Есть Как я Говорю Внутренние Команды Пентест Мы Недоступны Мы Можем В принципе Хотя бы Обновить Нашу Базу 7db Получить Информацию Об Установленных Обновлениях На наших Хастах Таким Образом Сверить Есть ли Обновление Которое Закрывает Уязвимость Если Оно Есть Можно Считать Что Уязвимость Устранена И тут Сок Если Как я Говорю Обладает Информацией По Защищаемой Инфраструктуре Соответственно Последний Пункт Должен В первую очередь Делать Повторный Пентест Может быть Если Опять-таки Есть такая Компетенция В нашем Подразделении Ну и Сканирование Как я Говорил Зачастую Это Вне Сока Поэтому Тут В меньшей Степени Участие Сока Возможно Почему Я эту Чему Затронул Потому Что На самом деле Управление Уязвимостями Как я Скал Важный Процесс При Этому По Практике Тех Соков Которые Мы Встречаем Не сказать Что Очень Зрелую В большинстве Компаний Но При этом Уже Сейчас Понятен Высокий Спрос На Этот Процесс По Большинству Активностей Которые Мы Проводим По Взаимодействию С нашими Заказчиками По Пилотам По Проектам Мы Видим Практически В каждом Проекте Связанным С Соком Связанным С РП С Мониторингом С чем То Еще Во всех Этих Проектах Есть Запрос От Заказчика На Процесс Управления Уязвимостями И это Здорово То есть Это Как мы Считаем Говорит О том Что Соки Наших Заказчиков Они Взрослеют У них Появляются И возможности Компетенции Заниматься Чем-то Важным Они Понимают Ключевые Направления Деятельности Ну и Соответственно Мы Тоже Отвечаем На Этот Вызов И Предлагаем Им Инструментарий Который Позволит Им Реализовать Процесс Управления Уязвимостями В платформе Суар Вендором Которой Мы И Являемся И Если Кратко То Это Может Выглядеть Вот Таким Вот Образом То есть Суар Это Некая Платформа Автоматизации И Все Эти Шаги Про Которые Я Раньше Говорил Они В той Или Иной Степени Могут Автоматизироваться Соответственно Мы Можем Помочь Выстроить Процесс Управления Уязвимостями И Автоматизировать Его И Это Очевидно Если Мы Автоматизируем Какой-то Процесс Он Будет Работать Лучше Он Будет Работать Быстрее Он Будет Давать Больше Результатов Для Компании Обеспечивать Более Высокий Уровень Защищенности Для Компании Коллеги У меня Все Спасибо Большое За то Что Послушали Роман Вопрос По поводу Разницы В процессе Обработки Инцидентов И Уязвимостей Вообще Наверное Можно Просто Создать Казалось Бы Карточку Инцидента О том Что Вот Найдена Такая-то Уязвимость И Дальше Просто Это Пустить По Workflow Или Этого Недостаточно Есть Какие-то Нюансы Которые Нужно Учитывать Я Был Сказал Что Это Возможно Но Но Все Таки Есть Определенная Разница То есть Вот Этот Вариант Который Вы Продолжили На самом деле Наиболее Релевантен Когда У нас Какая-то Супер Критичная Уязвимость На которую Нужно Реагировать Прямо Сейчас Это И Больше Подходит Под Инцидент Менеджмент С точки Зрения Их Workflow Playbook Всего Такого Если У нас Появляется Инцидент Запускается Playbook Мы Должны На него Отреагировать Появилась Критичная Уязвимость Мы Должны Ее Срочно Устранить Возможно В обход Неких Наших Внутренних Процедур И мы Можем Работать Таким Обратом Но Это Не Всегда Работает Да Есть Общие Моменты С точки Зрения Управления Инцидентом И Управления Уязвимостью Это Если По этапам Смотрите Это И Анализ И Проверка На False Positive И Принятие Какие-то Мер По локализации Устранению И так далее Но есть и разница Если Инцидент Мы всегда Доводим до конца То есть мы должны Его завершить Закрыть Иначе Чем мы тут Занимаемся То например Уязвимость Как что-то Более Более Приближенное К риску Мы можем Проигнорировать Уязвимость Мы можем Обнаружить Оценить И Сделать Вют о том Что Мы ничего Не будем делать Потому что Что бы мы ни делали Это будет стоить нам дороже Чем тот ущерб Который мы можем Понести И вот это Мне кажется Очень большая разница Между инцидентом И уязвимостью Возникает Это интересно А тогда вопрос Касательно Связки с рисками Я правильно понимаю Что в вашей системе Есть еще Блок управления рисками Как раз можно И управление Уязвимостями Связать с рисками И управление Инцидентами тоже И вот мы получим Общую картину По управлению риском Конечно То есть у нас Платформа Которая автоматизирует Множество процессов И если брать Вот так Отдельными буллетами Да там есть инциденты Да есть уязвимости Да есть риски Но это все Взаимосвязанные вещи Потому что Нельзя нормально Проводить анализы Триаж инцидентов Без знаний уязвимости И рисков Нельзя нормально Оценивать риски Без базы знаний По инцидентам И по уязвимостям Поэтому эти все вещи Взаимосвязаны И только использование Максимального количества Данных дает Максимальный эффект И наверное удобно Когда все Примерно в одном интерфейсе В одном окне работает Супер Спасибо большое Давайте еще раз Поблагодарим Романа В первую очередь Изначально Хотелось бы поговорить О эволюции Систем класса TI Как они появились И для чего они В принципе необходимы Системы класса TI Появились на заре Создания интернета То есть на заре Его бурного развития Появилась необходимость Создания инструмента Который будет Отслеживать Активность Злоумышленников В сети И первая TI-система Появилась в США В 1998 году По указу президента Соединенных Штатов Также в США Есть ряд программ Обмена данными TI Разработанным Агентством Кибербезопасности Защиты Инфестру Так называемые CISO И дополнительно К этому Существуют Центры обмена Анализа информации Которые формируются То есть вокруг Определенного В определенной Отрасли То есть будет Финанса Энергетика Ну или промышленность Всего на сегодняшний день Существует 25 таких Центров Опять же Первые системы Класса TI Были не настолько Удобные То есть они представляют С собой обширенные Базы индикаторов Которые возможно Было работать Только уже С существующими Системами Системами защиты Ну такими Как CM Из всего Вышесказанного Появилась Потребность В создании Новой профессии Так называемой Тредхантера Кто такие Тредхантеры Тредхантеры Это люди У которых Только одна задача Это прерывно искать Следы злоумышленников Сети И документировать Свои результаты Теперь после краткого Тредхантера 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 Они для обеспечения Тредхантера 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 Тредхантер Тредхантера то злоумышленники будут проводить атаки по разным скриптам, то есть по разным скриптам. И для этого нужно определить, какая информация больше всего нужна для ритейла, для защиты, а какая больше информация нужна для тяжелой промышленности. И второй тренд – это развитие периметра безопасности. То есть если раньше СОК и вообще служба ИБ понимала, где проходит периметр безопасности, как он построен, и как его можно еще доработать или улучшить, то сейчас ввиду того, что множество компаний вывели своих сотрудников на удаленный режим работы, как такового периметра безопасности в принципе нет. И это приводит за собой новые риски. И как в этом может помочь система TI уменьшить эти риски, расскажет мой коллега Дмитрий. Да, спасибо, Александр. Я расскажу о нашей системе и сервисе ESET Threat Intelligence. Для начала, что это такое и как это работает. В основе сервиса ESET Threat Intelligence лежит глобальная база данных компаний ESET, дата-центров, в котором собирается информация более чем со 110 миллионов источников, расположенных более чем в 202 странных регионах по всему миру, в режиме реального времени. Что это за информация? Это могут быть различные подозрительные образцы, отправляемые нашей системой обратной связи, ESET LiveGrid, для расширенного анализа в облаке. Система LiveGrid анализирует подозрительные образцы по большому количеству разных технологий, начиная с расширенных образцов, машинного обучения, технологии облачных песочниц. На выходе мы получаем результаты, которые могут быть транслированы, как, во-первых, в наше решение информационной безопасности, антивирусы и другие продукты, так и непосредственно для анализов в системах класса CIE. Поскольку мы говорим про источники данных, кроме информации, собираемой с более чем 110 миллионов устройств, у нас есть также различные дополнительные источники, такие как наша собственная глобальная база сигнатур. Соответственно, когда какой-либо подозрительный образец попадает к нам в облако, он проходит разные стадии анализа, среди которых есть, соответственно, запуск исполняемых объектов облаки, анализ по поведенческим данным, соответственно, сопоставление с нашей базой глобальных сигнатур поведенческих. Соответственно, на выходе мы получаем не только информацию, касающуюся является ли конкретный объект вредоносным, потенциально нежелательным или он является чистым. Мы также получаем различные дополнительные информации. Например, если мы говорим про объекты, связанные с элементами ботнет-сетей, то здесь также мы можем извлечь всю информацию, касающуюся вредоносной инфраструктуры, то есть начиная с ресурсов, которые распространяют вредоносные полы, участвуют в фишинговой активности и заканчивая различными ресурсами инфраструктуры зломышленников, такими как сервера команд управления. Кроме того, есть различные другие независимые источники, из которых собирается информация компании ESET и вносится в нашу глобальную базу данных. Что касается данных, когда мы их получили, на выходе мы можем их отсортировать. Что мы можем предложить? Во-первых, это классическая антивирусная база, с которой можно работать в режиме мониторинга или мониторинга и блокировки на масштабах всей организации по всей инфраструктуре. Также, если мы говорим про каналы по ботнет-сетям, это может быть блокировка на уровне сетевых подключений, мониторинг подозрительных соединений, связанных, например, с попыткой соединиться к серверам команд управления зломышленников. Также, если мы говорим про источники, здесь есть еще дополнительные данные, извлекаемые трекером ботнет-сетей, такие как цели. То есть фактически можно понять, куда конкретная ботнет-сеть сейчас направлена и что пытаются сделать зломышленники. То есть предупредить различные сценарии прямых атак ДДОС используемых ботнет-сетей. Посмотреть фишинговые данные, касающиеся конкретных заказчиков. То есть такой элемент функционала бренд протекшн, когда можно настроить систему, вычисляющую в целях конкретные данные, релевантные конкретному заказчику. Ну и разумеется, есть полный набор данных, связанных с распространением вредоносного потенциально нежелательного ПО. Это каналы, соответственно, данных по серверам. И, кроме того, каналы по прямым URL-ссылкам. То есть что конкретно там лежит, как мы это обнаружили, когда это последний раз было проверено. Вся эта подробная информация предоставляется в режиме реального времени пользователям систем СЕМ. Также в дополнение к технической информации, предоставляемой в режиме реального времени, в компании СЕМ есть, соответственно, данные, предоставляемые в рамках отчетов. Отчеты готовятся ежемесячно. Некоторые отчеты готовятся несколько раз в месяц, в которых рассматривается более подробно информация по активным в данный момент АПТ-группировкам, утилитам, которые они используют. Разбирается подробно технически, как они работают, процесс работы, соответственно, все связанные с ними индикатором компрометации. Ну, проще говоря, если мы говорим о каком-то вредоносном объекте, используемом в совершении целевых атак на организации, исходный код может быть переписан много раз, соответственно, на уровне, например, сетевых коммуникаций, то есть взаимодействия между, соответственно, зараженными устройствами и серверами команд управления, механизмы на уровне сетевых коммуникаций могут оставаться исходными, прежними. То есть на данном, соответственно, отчете вы можете посмотреть более подробно, как все происходит. То есть, по сути, можно настроить механизмы раннего предупреждения в инфраструктуре компании или провести более глубокие расследования, угроз. Также хочется отметить, что поскольку у нас в компании Сет информация собирается с более чем 110 миллионов устройств, расположенных более чем в 202 странах регионах, глобальный охват позволяет компании Сет предоставлять нашим клиентам экспертизу по всем самым современным актуальным угрозам. Также, помимо того, что мы предоставляем данные в режиме реального времени, хочется отметить то, что некоторые решения класса TI могут предоставлять очень большой объем данных, с которыми в режиме сжатых сроков с ОК-центром работать очень тяжело. Здесь, в компании Сет, к этому вопросу относятся очень серьезно. То есть на выходе мы получаем оптимальное соотношение, баланс, количество данных и их качество. То есть, соответственно, аналитикам СОК-центров легче и быстрее принимать правильные решения, используя наши данные. Также, кроме того, если мы говорим про данные, данные предоставляются в двух популярных форматах, стикс и джессон. То есть здесь можно говорить о достаточно легкой интеграции в большинство современных систем, поддерживающих один или оба формата. Кроме того, помимо всего прочего, кроме автоматики, в компании Сет, направление Сет Трэд Интеллидженс постоянно курируется аналитиками компании, то есть механизмы, по которым собираются данные, постоянно улучшаются. То есть в результате мы получаем еще и не только сжатый, но очень полезный объем данных, но и минимальное количество ложноположительных срабатываний. Также, если мы говорим про сок-центры, в компаниях рано или поздно возникает вопрос о построении собственной инфраструктуры, связанной с данным направлением. Когда компания планирует построение сок-центров, здесь самое важное, наверное, использовать различные средства автоматизации, которые могут быть предложены в этой ситуации. А поподробнее расскажет мой коллега Александр. Теперь бы хотелось бы непосредственно поговорить про использование TI в соке. И начну с того, что озвучу ключевые задачи сока. А ключевыми задачами сока являются мониторинг, дектирование, реагирование на инциденты и защита информационных активов компании, в том числе индивидуальной собственности. Опять же, из вышесказанного просто вытекает то, что на данный момент сок необходим для средних и крупных компаний просто потому, что, скажем так, пришло время. И независимо от того, будет ли этот сок находиться внутри компании, либо он будет отдан аутсорс. Опять же, существуют изменения требований к специалистам сока. То есть, если раньше специалисты сока проводили только мониторинг, реагирование на инциденты, то сейчас специалисты сока стали многопрофильными биоспециалистами и аналитиками. И от них дополнительно требуется проводить оценку инфраструктуры и ее настроек. Специалисты сока должны понимать, с какой инфраструктурой они работают, какие в этой инфраструктуре есть проблемы, откуда может проходить атака, какие у нее недостатки и понимать, насколько хорошо она настроена. Далее, специалисты сока должны проходить постоянное обучение, потому что в эру бурного развития технологий и противодействия, грубо говоря, злоумышленникам, каждый день выходят новые взаимосты, каждый день выходят новые техники проведения, тестирования, эксплуатации взаимостей. Поэтому, что для эффективной работы сока специалисты должны быть постоянно в тренде, постоянно учиться и это разрабатывать, участвовать в разработке процессов реагирования на инциденты и бэ. То есть, главное качество, одно из главных качеств хорошего сока и хороших специалистов сока на данный момент является то, что специалисты могут сами выстроить процесс, который позволит максимально быстро и эффективно реагировать на инциденты и бэ. Далее, актуальные проблемы специалистов сока. Опять же, по статистике Пала-Альта на данный момент малая организация использует около 20 средств защиты и бэ. Средние около 50 и крупной резонцией более 100. Все это вкупе дает огромную информационную нагрузку на специалиста и бэ. Это даже породило такой термин, как security tool spawn, который говорит о высокой нагрузке на специалиста и бэ. Далее, тренды развития современного сока. Тренды следующие. То есть, это использование систем автоматизации. Опять же, в крупных организациях, что было видно по прошлому салайту, используется огромное количество систем защиты. И на соки падает очень много рутинной нагрузки, рутинных, которую нужно как-то делать. И для этого очень сильно подходит решение класса Suar, опять же, для снятия ненужной информационной нагрузки на специалиста сока. Опять же, переход на использование решений ИБЭС с использованием технологии машинного обучения, так называемого искусственного интеллекта. Да, то есть, уже на данный момент такие решения позволяют более качественно и быстро реагировать на сложные инциденты ИБЭС. В дальнейшем прогнозируется то, что решения класса, ну, решения, в которых используется машинное обучение, смогут заменить большую часть работы аналитика сока. Но, опять же, это понизит нагрузку на специалистов и повысит как таковое качество эффективность работы сока. использованные решения класса TI. Использование решения класса TI позволит уменьшить, опять же, на порядок количество ложноположительных срабатываний, что, в свою очередь, уменьшит, опять же, нагрузку на специалистов и поднимет эффективность работы сока как такового. Тредхантинг. Тредхантинг – это история о том, что существующая, идет интеграция в существующей системе защиты, обогащаются они с помощью систем киберразведки. Ну и безопасность из облака – это когда часть работы или в меньшей или в большей степени передается на аутсорс, передается в облако. Ну а далее Дмитрий расскажет вам о том, как, каким образом, более подробно, каким образом системы класса TI могут понизить нагрузку на специалистов сока и повысить эффективность. Дмитрий. Да, спасибо, Александр. Ну у нас здесь на самом деле не так много слайдов осталось. Несколько примеров реализации успешных проектов компании SET в Threat Intelligence. На первом слайде у нас, соответственно, сервис провайдер, европейская компания, которая предоставляет услуги сервиса DNS фильтрации. Когда компания добавила наши данные SET Threat Intelligence на свою систему и произвела интеграцию, на выходе мы получили увеличение больше, чем вдвое количество обнаружений, то есть фактически, иными словами, данные, которые обрабатывались, то есть запросы клиентов сервиса, до 50% пропускали различные вредоносные образцы, то есть в результате компания смогла повысить эффективность. То есть если у них на начальном этапе использовались собственные технологии, песочницы, анализ, соответственно, седевого трафика, то привнеся в свою инфраструктуру SET Threat Intelligence, мы получили полную картину обнаружения всех объемов данных. Также из телеком-провайдеров есть крупное отечественное которое на протяжении шести месяцев жестко, тщательно наш сервис и в конечном итоге приняло решение о закупке. эксперты компании телеком-оператора в своем заключении в информации о принятии решения отметили высокое качество данных предоставляемых в рамках сервиса. Также из примеров интеграции в рамках стратегического партнерства у нас есть контракт с компанией Ростелеком Solar. Соответственно, компания Ростелеком Solar в рамках собственного SOC-центра SolarJSoc предоставляет клиентам и партнерам наборы различных сервисов и услуг по информационной безопасности в том числе на базе наших данных об угрозах от компании SET. Также у нас есть похожий пример интеграции в информационную платформу компании Bizon Bizon Trend Vision в данной платформе на базе в том числе наших фидов от ESET. Заказчики получают систему, которая позволяет реагировать на различные таргетированные угрозы в разрезе различных сегментов отраслей компании. Вот такой пример. По слайдам у нас все. Спасибо, Дмитрий Александр. У меня есть несколько вопросов для вас. Первый вопрос про то, сможете ли вы порекомендовать заказчику, который стоит у истоков создания SOC, каким образом ему расставить приоритеты? Вот сначала внедрять CM-систему или сразу же внедрять CM-систему и покупать какие-то threat intelligence фиды или CM-систему плюс SWAR. В общем, как расставить приоритеты? На каком этапе должен появиться TI? Позвольте я возьму слово. Во-первых, конечно, первый рубеж обороны – это классическая антивирусная защита, ее никто не отменял, то есть она выполняет главную функцию предотвращения угроз. Если мы говорим про какие-то новые образцы, о которых антивирусы неизвестны, здесь уже может быть расширенная защита, то есть различные сервисы, такие как, например, сервис облачной песочницы, дополняющий функционал обнаружения и реагирования. Кроме того, если мы говорим про автоматику, здесь мы говорим про вредоносный объект. Но могут в инфраструктуре клиента быть и различные другие сценарии, когда, например, классический антивирус будет не способен предотвратить угрозу. То есть если, условно говоря, с правильно введенными логинами и паролем от администратора мы получаем доступ к корпоративной информационной системе, при этом никаких вредоносных объектов в инфраструктуру не заносится. Но мы понимаем, что в одной ситуации это может быть легитимный пользователь администратор компании, в другой ситуации это может быть злоумышленник. Здесь в ситуации, когда автоматика могла бы сработать неправильно, может помочь дополнительный инструмент, такой как решение класса ID, обнаружение геоинтерпрайс инспектора. Соответственно, когда мы построили всю инфраструктуру и нам в целом все понятно, что происходит в компании, можно задуматься о решениях класса TI, которые дополняют данные из внутри инфраструктуры данными снаружи, то есть фактически можно будет понять, какие объекты находящиеся за пределом нашей инфраструктуры, какие угрозы в данный момент существуют и направлены на нашу компанию. И вот ответы как раз поможет соответственно дать наш сервис от Red Intelligence. Я хочу прокомментировать, у меня как раз на слайдах было, что TI можно внедрять в любую компанию, в которой уже есть средства защиты. Вот как вы только поставили средства защиты, будь это CM, IDS, и т.д. и т.д. уже можно начать внедрять TI. Спасибо. Еще вопрос по поводу эффективной фильтрации упоминалось у вас в презентации. В чем конкретно она заключается? Почему она эффективна? Ну, во-первых, много алгоритмов проходят, соответственно, образцы, которые к нам отправляются в базу, проходят через множество различных алгоритмов фильтрации. То есть здесь мы говорим об большом количестве объемов данных, которые анализируются на потоке. То есть механизм машинного обучения упорядочивает информацию об образцах, соответственно, сопоставляется уже известными данными по образцам по нашей антивирусной базе, по сигнатурной базе, по поведенческому анализу. на выходе система искусственного интеллекта принимает окончательный вердикт. То есть это во-первых. Во-вторых, постоянно за всем процессом от сбора образцов до принятия решения следит команда кураторов, экспертов компании ESET. То есть проще говоря, если что-то пошло не так, то мы будем об этом знать сразу же. И разумеется, такие данные в каналах об угрозах не дойдут до конечных потребителей. Благодаря этому получается, что мало false positive. Правильно? Совершенно. Мало false positive, эффективность увеличивается. Нужно это проверять и пилотировать. Поэтому, как вы сказали, нужно подходить на ваш стенд. Коллеги, спасибо большое. Спасибо. Тут нет дополнительных вопросов. Спасибо. Спасибо. Спасибо.